Даже маленькие дети знают вас, потому что мы часто слушаем ваши лекции. Хорошо. И, может быть, это кому-то поможет. У меня четверо детей, трое из них родились вегетарианцами и являются вегетарианцами. Ну, не обязательно это сейчас рассказывать, потому что у людей постепенно развивается понимание, как правильно питаться. Не нужно это навязывать. Ну, просто это реально, и так жить можно никто не умирает. Да, это понятно давно уже, господи. Всем понятно, что так жить можно. Только глупые люди думают, что так нельзя жить. Сейчас наша семья находится в таком непростом положении. У нас стал вопрос расширения. Еще пятого ребенка, да? Нет, квартирного. Ну, хорошо. И мы хотим из города приехать тоже в город, но в свой дом. И вдруг у нас очень дружная семья, и столкнулись с тем, что у нас родственники резко не принимают наше решение переехать на землю. А они тоже с вами живут, что ли? Нет, нет. Ну, просто мы дружно живем, все бабушки, дедушки, сестры, братья общаемся, встречаемся. Не обращайте внимания. То есть идти с вами в тот зал? Ну, вам это благоприятно сейчас переехать, и у вас хорошо будет, а когда вам будет хорошо, они тоже смирятся с этим. Еще мужу поставило предложение должности. Стоит ему соглашаться или лучше отказаться? Или вообще мужчина может отказаться от должности? Ну, хороший вопрос, это интересный вопрос. Сейчас я... А он... Почему вы меня спрашиваете об этом? Ну, потому что вы часто говорите о призвании мужчины, что мужчина, это внешне, он должен развиваться. Я считаю, что он тоже должен развиваться. Погодите, стоп, он как считает? Он хочет принять эту должность или нет? Я думаю, он внутренне готов ее принять. Он хочет или не хочет? Видите, она хитрит со мной. Угу. Отвечайте прямо на вопрос. Наверное, не хочет брать ответственность, боится ответственности. Нет, вы ошибаетесь. Вы сейчас глупите. Да, сто процентов. Потому что, ну, вот там, вот именно на этой должности, которую он хочет принять, есть опасность попасть под раздачу. Ну, то есть попасть под какие-то строгости государственные. То есть там не ответственность, а там, понимаете, сейчас такое время, что некоторые должности, они, ну, рядом стоят с уголовным наказанием там и так далее. Ну, то есть рядом, очень рядом стоят с тем, что можно сесть в тюрьму или попасть под, ну, какие-то серьезные наказания. И это даже не от него зависит от того, что там было до этого. Ну, предыдущий начальник, его нет сейчас. Куда он делся? В мировой малышу. А почему? По состоянию здоровья. Это в молодом возрасте произошло? Нет. Ну, не в старом. А почему он нервничал сильно? Нет, у него было загревания. Серьезно. Да, идите ко мне после лекции, покажете фотографию мужа, скажете, что за должность. Пока у меня нет хорошего чувства, что ему надо туда идти. Потому что там как засада все равно, что. Если я увижу точно его и ищу должность, тогда у меня не будет сомнений уже. Благодарю. Женщине всегда надо, вот повышайся и повышайся, и все. А что там будет дальше, как бы уже непонятно. Главное, чтобы повышался. А он чувствует, он же живой человек, он понимает, где есть опасность, где нет. Он не боится ответственности, он просто чувствует подвох. А вы его подстрекаете, это очень нехорошо, это вообще просто очень нехорошо. Потом сами же лобки будете кусать. Так нельзя делать. А? Чего? На то, чтобы он шел туда, где опасность. Это опасно для женщины. Вы сердцем-то хоть попробовали понять, что там будет дальше? Вы просто чисто на ментале. Мужчина должен развиваться. А может развитие для мужчины наоборот, туда не лезть. Иногда джо должность и ставит человека на какую-то должность, потому что там опасно, понимаете? Просто берут туда кого-то и ставят снизу. И человек попадает в засаду просто, понимаете? Потому что то, что до этого было, там нехорошо было. А он же не знает всех деталей. Его туда ставят и попадает он под раздачу просто и все. Будьте осторожны. Никогда не принимайте скоропостижных решений в жизни. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...